Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня хочу с вами порисовать нижнее белье, при том комфортное нижнее белье, которое без корсетных косточек, а вот тот вариант, в котором хочется жить постоянно. Есть, грубо говоря, группа вечернего белья, которая там с косточками, с пушапами и со всем остальным, но это как бы для жизни оно так очень условно подходит, да? Хотя я тоже одно время предпочитала такое, сейчас больше к натуральности все-таки есть такое стремление, к принятию своих форм такими, какими они есть, и максимальном комфорте, чтобы нигде ничего не жало, не давило. Вот хочу как раз создать, отрисовать комплект белья, который был бы максимально комфортен, без косточек, без ничего, а просто мягкое, хлопковое, удобное белье. Есть уже в голове кое-какая задумочка, сейчас мы ее с вами будем отрисовывать. Поскольку я вам сказала, что то, что я придумала, оно без костей, соответственно, будем все делать мягко. Итак, начинаем с половинки, я рисую справа, вы можете слева, как вам удобнее. Сделаем под грудью такую основу, все-таки должно на чем-то держаться, но не должно там сильно пережимать, будет такая мягкая тесьма. А после этого нарисую здесь с небольшим таким запахом такую мягкую форму, комфортную, удобную. И еще я когда думала по цвету, я бы хотела, чтобы оно было интересного цвета, то есть когда ты одеваешь на себя какую-то одежду, например, белую рубашку, и белье не должно было быть видным. Вот оно там есть, но вроде как его там и нет. То есть вот такого формата. Ты одел, тебе хорошо, удобно, комфортно, его не видно под бельем. То есть такая вот удобная, комфортная штучка. Свои идеи переношу к вам. Будем вместе рисовать, почему бы и нет. Хотя, конечно, наверное, корсетное белье более эффектное, более зрелищное для таких мероприятий, но я хочу именно такое. Так, давайте пробуем. Так, это у нас получается бра. Такое мягенькое. Теперь смотрите, я когда цвет дам на него, ой, не контура, а основы. Он будет вот такой. В принципе, все закрыто, все удобно. Насколько будет нахлёст удобен, надо уже, конечно, делать основу. Ну, не основу, а в смысле пробовать, как это будет все смотреться. Так, линия, линия. Попала я в линию? Да, попала. То, что-то я не то делаю. Так. И теперь сделаем трусики средней посадки. Тоже вот здесь у меня на манекенчике уже есть линия. Манекенчик можно скачать. У нас есть на сайте. Сразу вот удобно. Здесь там центральные точки груди. То есть, ну, вот все-все-все тут имеется. Так, а вот эти тоже сольем. Это будет единая часть. Не попала. Так, и теперь сделаю линию нахлёста. Вот так. Одно. И вторую. Только чтобы они гармонично смотрелись, нужно, чтобы это тоже было сверху. Вот такое вот простое, без отстрочек, без лишних деталей. И по цвету я подумала, решила, что надо его покрасить в цвета кожи разной. Вот смотрите, я уже здесь такую картинку подготовила. Девочки с разными цветами кожи. То есть, в зависимости от того, какого цвета барышня, такого цвета и бельё. Сейчас мы вытащим четыре цвета. Очень удачно здесь вот руки. Вот мы с них и будем цвета вытаскивать. Два. Три. И четыре. Такая серия, как Second Skin. Вторая кожа. Раз. Два. Наверное, потемнее немножко надо вытащить цвет. Тоже вот он такой какой-то очень прям прошоколадистый. Когда рисуешь тёмный оттенок кожи, ну то, что мы чёрной кожей называем, то там нужно очень аккуратно выбрать, чтобы он не был у вас такой прям вот коричневато-розовый. Нужно правильно подбирать оттенок, иначе она у вас будет как красная девочка. Поэтому очень внимательно выбирайте цвет. Но это вот с опытом, когда зальёте. И вот брюнетки, которые вот с такой азиатским типом кожи, тоже очень внимательно. Они иногда жёлтые получаются. Это я вот сейчас говорю именно строго про рисунок. Да, вот что мы будем иметь. А вот этот может быть немножечко просто даже через палитру цветов остудить цвет. И он тогда будет лучше смотреться. То есть не такой красный. Вот я выбрала. Сейчас мы их вынесём в новую цветовую группу. Вот они появились. И давайте попробуем наше бельишко с вами раскрасить разными цветами. Для того, чтобы посмотреть, как это будет прелестно смотреться. То есть у меня прямо в голове second skin. Когда ты одеваешь бельё, как будто бы его просто на тебе нет. Оно идеально сливается с твоей кожей. При этом тебе в нём комфортно. Оно всё поддерживает, что нужно. И вот ты как бы в нём. Как вам такая идея? Хотели бы себе такого рода бельё, которое будет совпадать с цветом вашей кожи, которое будет незаметно под любой одеждой. При этом не будет мять, давить. Не будет создавать дискомфорт приноски и быть, например, хлопковым или из хорошей качественной вискозы для того, чтобы немножко охлаждать. Чтобы не было швов, а были открытые срезы, которые, соответственно, могут быть вырезаны лазером или просто ровно обрезаны. Некоторые полотно не сыпятся. И будет вот такая вот комфортная штучка. Как вам идея? Делитесь, пожалуйста, в комментариях. Бельё мы нарисовали. Даже вам показала, как я выбирала цвета кожи для того, чтобы сделать бежевый цвет у белья. Раньше, кстати, бежевое бельё считалось вульгарным, потому что было ощущение, что его нет. Но как раз вот на задумке это считалось вульгарным. Бельё должно было быть видно. Жду ваших комментариев, что ещё хотите порисовать, чтобы вам ещё показать. На этом всё. С вами была Щейковская Екатерина. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вам понравилось, и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. На этом всё. Пока-пока.